Оперная певица и блогер Мария Максакова присоединяется к нашему эфиру. Мария, рада приветствовать. Взаимно рада вас приветствовать и рада приветствовать нашу аудиторию. Мария, интереснейшая информация относительно финансирования, в частности, Соловьева, одного из рупоров Кремля, пропагандиста. Ну, все понятно, алчности нет предела. Но все-таки 3 миллиарда рублей на два года, по полтора, на 23 и 24. Это исключительно самому Соловьеву в карман или на работу его системы, команды? Как это происходит? Я думаю, что, конечно, львиная доля, в общем-то, и в карман. По той причине, что и Кремль, наверное, старается своему главному черноротовому пропагандисту как-то компенсировать те потери, которые он понес, так как этого ландраса больше не пускают пастись трюфелями возле озера Кома, где, как известно, у него была многомиллионная дорогостоящая вилла. Ну вот, ему приходится довольствоваться теперь какими-то владениями в Подмосковье или в Сочи. Вот, поэтому, наверное, вот и прибегают к каким-то изощренным способам такого вот финансирования. Но я же все-таки предпочла бы начать чуть, знаете, раньше, чтобы поговорить, как вообще сложились столь крепкие узы между Лубянкой и Кремлем и, соответственно, ландрасом Соловьевым. Дело в том, что когда-то он скитался несколько лет по Америке и вернулся в Россию. И произошло следующее событие. Он там, за границей, каким-то образом приобрел эти криминальные связи, так как за границей, как известно, у них плотно нашпигована разнообразными инфильтрованными туда агентами. И вот, пользуясь этими связями, вернувшись уже в Россию, ему доверили заняться бизнесом, который, конечно, его очень вдохновлял. То есть он собирался продавать водку Кеглевич. Но дело в том, что тут он столкнулся с конкурентами на этом рынке. Одним из которых, как известно, был митрополит табачный и водочный Гундяев. А вторым, к вящей неожиданности Ландраса, оказался Атарик Ванторишвили, который возглавлял тогда, или крышевал, наверное, будет точнее сказать, фонд спорта. В общем, тот взял и вот чем занялся. В 92-м году, и это следует из показаний офицера ФСБ Сергея Асташина, дело все в том, что... Вы же замечательные кадры показываете, но я сейчас расскажу, когда настоящий славянный помет будет всем доступен к обозрению. В общем, с показаний этого офицера он сказал, что в 92-м году Соловью к нему обратился с предложением вначале за 10 тысяч долларов, а затем за 20 тысяч долларов ликвидировать вот этого самого конкурента, то есть Кунтеришвили. И не знаю, почему он пощадил вот этого митрополита табачного и водочного, а так бы тот, наверное, сейчас уже со своим близнецом, братом, япончиком, что-нибудь обсуждал в преисподней. Но так как, значит, это коснулось для начала только Кунтеришвили, то вот такой разговор у них состоялся, но вот этот самый офицер ФСБ отказался выполнять это поручение или, как это сказать, заказ точнее. Но в дальнейшем выяснилось, что Соловьев укатил куда-то за границу, а таки киллер действительно устранил, убил, то есть, Кунтеришвили при выходе из какой-то бани, но следствие было замято, и тот смог благополучно вернуться, но, как, я думаю, всем понятно, компромата, тем не менее, на него более чем достаточно. Еще как, когда тот учился, то есть, Соловьев в начале 80-х в институте стали из плавов, в этом же институте, кажется, на год старше училась группа товарищей, то есть Сурков и Фридман. Они позже оказались в альфа-группе, которую когда-то, в общем-то, создавала КГБ СССР. И, соответственно, потом уже, когда вот этой альфа-группы Сурков был делегирован просто в администрацию президента, то тот вспомнил о своем когда-тошнем студенте и решил, вот, так сказать, на ниве пропаганды и телерадиовещания вот эти самые связи восстановить и вспомнить о нем. Ну, собственно говоря, он начал, соответственно, работать, и, более того, это всегда очень щедро оплачивалось. То есть, во-первых, я бы хотела подчеркнуть, что никогда нигде, соответственно, Соловьев никогда ни одного дурного слова не сказал в адрес Фридмана, альфа-группы и всех своих благодетелей. Более того, при дебатах некоторых, когда, значит, ему приходилось участвовать в них, то он спорил с главой, с главредом конверсанта Васильевым, и это, кстати, шедеврально свинья пустилась в защиту своих живительных долларов и евро. Вот, но это еще не все, потому что хоть это все и финансировалось, конечно, всегда щедро и густо этой группой, но этого показалось мало. И далее к схеме его финансирования подтянулось еще и Сбербанк государственный, то есть лице ГРФ, который ему выделял по году, соответственно, 300 миллионов рублей. Ну, сперва это было 10 миллионов евро, а в дальнейшем из-за девальвации 5. Но предполагаю, что тоже винная доля оседала у него в кармане. Ну, а, собственно, за что он получал эти деньги? За якобы какие-то лекции для сотрудников Сбербанка. Полагаю, зрители его вот этого черноротого канала кровавого могут себе вполне вообразить, какого содержания были эти лекции. Сомневаюсь, конечно, что они могли бы теоретически иметь наполнение достойное такой же щедрой оплаты, но это, конечно, такая форма финансирования вот этого совершенно истеричного какого-то просто, ну, не знаю, знаете, как бы одиозного, ополоумевшего какого-то пропагандиста, который сам себе противоречит буквально в каждом предложении. А уж не говоря о том, насколько он противоречит тем высказываниям, которые он делал ранее, много лет назад, то там он просто на 180 градусов, соответственно, поменял свою точку зрения. Более того, он настолько ушел всегда указанным Лубянкой маршрутом, что в какой-то момент не погнушался, будучи встать и евреем и по маме, и по папе, тем не менее, встать на сторону головорезов террористов Хамаса, Хизбаллы, оправдывать зверства и злодеяния сирийского мясника Асада и в том числе, конечно же, зверствующих иранских Айатол. Ну вот, такие вот, знаете, как бы их называли раньше антисианистские комитеты создавались в КГБ СССР. Одним из, собственно, самых ярких таких их адептов был в свое время Жириновский. Тоже, как выяснилось, заработал на этом по некоторым подсчетам СМИ чуть ли не миллиарды. Но я хочу сказать, что Соловьев пытается при всем при том повторить головокружительный успех Жириновского, предлагает себя в качестве нового лидера на смену безликому, такому тугодумному вот этому бастарду-рукосую Слуцкому. И во всяком случае известно, что он ведет переговоры о том, чтобы пройти в Думу вот на, так сказать, вот этот самый следующий срок. И там, вероятно, хотел бы или мечтал бы возглавить вот эту своеобразную партию. Поэтому, видимо, пытается превзойти в мере истеричности, неуемности, абсолютной вот этой неадекватности, омерзительности. Даже, можно сказать, короля этой всей мерзости, то есть Жириновского. Но я надеюсь, что его следующий срок будет вовсе не в Госдуме, как ему мечтается, а в Гаге на скамье подсудимых. И, возможно, там он даже получит пожизненный этот самый срок. Вот. И, конечно же, это справедливое наказание. С каждым днем приближают вооруженные силы Украины. Как мы знаем, благодатный огонь нисходит. Периодически исключительно точно. И думаю, что в какой-то момент, может быть, этот дроновый дождь прольется благодатным вот этим самым огнем, в том числе на его четырехэтажную какую-то дачу в Подмосковье, на его резиденции в Сочи. И вот, знаете, так как знать, понимаете, там он даже, кстати, целую новую свою семью с какой-то баскетболисткой Светланой Абросимовой. И вот, знаете, в тот миг, когда придут за ним и службы Божьей Украины, я думаю, вот именно тогда весь мир и увидит самый настоящий соловьиный помет. О, да, Мария, хотелось бы, чтобы так и было. Тем более, очевидно, что Соловьев привык к различного вида дождям. Поэтому дроновый, я думаю, ему тоже понравится. Спасибо вам большое за участие в эфире. Рассказали все детально. И надеюсь, что Соловьеву очень плохо, и он скучает по вилле на озере Кома, но он выбрал свой путь. А вам спасибо за участие в эфире. Мария Максакова, оперная артистка и блогер была в эфире телеканала «Фридж». Спасибо большое. Благодарим. Спасибо. Спасибо.